Смотрите прямо сейчас. Спросят по всей строгости. Отчет правительства станет ли он последним? Будь ласка, принимайте решение, а вот где носить спильную ответственность? И кто займет главное кресло на Грушевского? Возможно Саакашвили, возможно Лешик Бальцерович. Драки в Лондоне, поножовщина в Стокгольме. Старки, агропки! Европу лихорадит миграционный кризис. Алло. Почему украинцев хотят отправить домой? Для одних есть как бы зеленый свет 100% жителям Сирии. Фронтмен вопли Ведоплясова. Впервые об эмиграции. Жестко и откровенно. Мы никому не потребник. Грабеж всеукраинского масштаба. Почему у нас бензин в два раза дороже, чем в Америке? Поборы откровенные. Как мир борется с заговором нефтяных трейдеров? Наши цены на топливо максимально открытые и прозрачные. В них нет никакой коррупции и частного интереса. Ждем, что цена еще снизится. И как нас обманывают. Главные темы в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробность недели. Я Дмитрий Анопченко. В этом выпуске мы с вами традиционно много будем говорить об украинской политике. Ну, благо поводов для этого хватает. Буквально с минуты на минуту в этой студии ждем Юрия Луценко. Ну, а начать я вынужден с другого. С того, что происходит здесь и сейчас, и не в Украине, а за рубежом. Весь сегодняшний день приходят сообщения из столицы Сирии. В Дамаске тройной теракт. Количество жертв уже перевалило за 60. Сгорели десятки автомобилей и магазинов. Сильно повреждены жилые дома. 128 человек ранены. А вот число погибших растет с каждым часом, потому что многие люди в больницах в тяжелом состоянии. И резко обострилась ситуация в соседней Турции. Для ВВС страны объявлен оранжевый уровень тревоги. По словам военных, он означает полную готовность ко всему и немедленный ответ пилотов. Но любые угрозы без согласования с командованием. Армия на особом варианте несения службы. И все из-за инцидента, который произошел накануне вечером, когда российский военный самолет снова нарушил воздушную границу страны, залетев на турецкую территорию со стороны Сирии. Но тут нужно понимать, что выше оранжевого по стандартам НАТО может быть только красный уровень. Означающий, по сути, начало войны и боевых действий. Что в России говорят по этому поводу, давайте спросим прямо сейчас у нашего САПКОРа в Москве. Данил Русаков с нами появился на связи. Коллега, а какие заявления делают в российской столице? В Москве все обвинения традиционно считают надуманными. Заявления, которые сделали в Анкаре, здесь назвали голословной пропагандой. В российском Минобороне считают, что российский фронтовой бомбардировщик воздушного пространства Турции не пересекал. В подтверждение этих слов приводят данные, что не российские ПВО в Сирии, не сирийские РЛС нарушений границы не зафиксировали. Другого мнения в Пентагоне, где, подняв свои спутниковые данные, официально подтвердили. Российский самолет все же нарушил границы воздушного пространства Турции и, соответственно, страны-члены НАТО. Американские военные призывают не допускать того, чтобы этот конфликт разросся. Генсек Альянса тоже призвал сделать все, чтобы этого больше не повторилось. Напомню, прошлый очень похожий инцидент два месяца назад закончился скандалом, который полностью испортил отношения двух стран. Военный самолет Российской Федерации был сбит. Это и стало спусковым крючком и для санкций, и для военного противостояния. В ноябре после этого инцидента президенты двух стран перестали общаться и пересекаться. Накануне Раджи Пардоган вновь заявил о необходимости встретиться с Путиным. Однако новый виток скандала, похоже, загоняет ситуацию все глубже и глубже. Дима. Коллега, спасибо. Ну вот такая информация из Москвы. Давайте весь эфир будем за этим следить. Потому что, ну смотрите, если уж оранжевый уровень безопасности, дальше только прямое военное столкновение, все может случиться каждую минуту. Так что весь эфир будем следить и за событиями в Турции в том числе. Ну и сейчас давайте все-таки к большой политике вернемся. Когда мы с вами на этой неделе следили за новостями, то явно задавались одними и теми же вопросами. Ну в этом, собственно, интрига не только уходящей недели, но и всего политического сезона, всей зимы. Ну, во-первых, бюджет. Помните, когда его под елочку в последние дни декабря принимали, то обещали, что в январе все исправят. Ну так когда же, собственно, январь уже заканчивается и что именно исправят? Второй вопрос. Перевыборы. Ждать ли их в этом году? Ну, ведь о том, что они все-таки будут, уже не просто слухи. Серьезные разговоры в коридорах власти ведутся. Среди интриг и кадровый вопрос. А кто какие кресла займет в правительстве? Ведь торги уже идут. И отчет правительства. Еще одна интрига. Хотя, скорее, не так. Скорее, способно ли это правительство в принципе отчитаться за свою, ну, скажем так, работу? Буквально через несколько минут обсудим все это с Юрием Луценко. Он появится в студии. Ну, а пока что давайте остальных политиков услышим. Наш парламентский корреспондент Екатерина Лысенко. Как раз об этом. Уже январь заканчивается. А итоги прошлого года так и не подвели. Это все об отчете правительства, которого на этой неделе потребовали буквально все фракции парламента. Потребовали громко и с угрозами. Но если министры не придут, их уйдут. Срок. В декабре этого не сделали и, похоже, вообще забыли. Теперь новый дедлайн. Середина февраля. К правительству депутатов и так хватает и вопросов, и замечаний, и претензий. Один бюджет чего стоит. А за это время явно новое появится. Мой премьер сам говорил о коррупции на 50 миллиардов. А сделано-то что? Или та же злополучная стена, которая уже не один год строится. И тарифы больной вопрос для мажоритарщиков, которые как в округе приедут, так и слышат негодование. Уряд не сможет прозвитовать про тарифы. У нас была певная экономия по газу. И можно было отображать новые обсяги газа, измененного его обсяга, в цене. То есть, чтобы потом этот показатель уже взяла национальная комиссия и откориговала показатели по газу. Но этого не произошло. Мне кажется, что все идет до того, что премьера-министра отправят в отставку. Те бюджетные новости, которые были приняты, они сегодня, люди будут в прогрессе. Уряд вселяко пытается оттягнуть этот день, когда наконец-то нужно выйти и хоть что-то рассказать предметно про свою деятельность. Абсолютно бездарный провал того, что влада назвала реформами. Но пока нет отчета, депутаты могут только критиковать. Но формально не в праве прорядить ряды чиновников. При этом, если раньше кандидатами на вылет называли двух-трех человек, то сейчас настроение другое. Все больше говорят о полной перезагрузке. Премьер-министр заявляет, что у меня нет министров, у меня только три министра моих. Если у тебя три министра, то ты премьер трех министров. Кто премьер всех других? Значит, ты не премьер. Мы говорим, давайте мы забираем от этого примера и поставим пример 19 министров. Мне сложно сказать, что кто, кроме фракции Народного фронта, схвалит звук уряду. А за наследом этого звука, очевидно, станет вопрос доли моего будущего уряда. Когда именно министры придут с отчетом, выясняли всю неделю. Числа назвали только сейчас. Все произойдет между 16 и 19 февраля. Вторая интрига кадры. Кого на кого менять, какой фракции, какое министерство отдать, и чьи фамилии печатать на табличках в высоких кабинетах. Это все фулуарные переговоры и закрытые договоренности. Кабмин опять будет партийным. Фракции делят портфели. Поговаривают, даже радикалы готовы снова примкнуть к большинству, если и им перепадет. Но пока что больше и разговоров, и торгов по поводу должностей, а не о конкретных фамилиях. Формование уряду должно начаться не с кандидатур. Это вечная ошибка украинцев, что они всегда думают о прозвищах. Реформа не движется, а политичную ответственность за это никто не несет. Поэтому все-таки, видение большинства депутатов нашей фракции, что все-таки мы должны предложить политикам призвища Шимкева мы не обговорили на фракции. Что касается призвищ Рябикина и Ковальчука, действительно, в средней фракции эти призвища обговорятся. Открытым остается и вопрос, будет ли это обновленное правительство без Яценюка или по-прежнему во главе с ним. Ну и еще одна куларная тема, новые выборы. То, что они возможны, а то уже не слухи, и об этом даже не зерофракции. Открыто говорят, и хоть и не на камеру, но признаются, готовы пойти на новую кампанию, если в правительстве не будет перемен, то есть отставок. Администрация президента, среда этой недели, поздний вечер. Очередной раунд переговоров, когда за одним столом и главы фракции, и премьер, и президент. Тема та же перезагрузка. Известно, что президент выступил против досрочных парламентских выборов. Кто из присутствующих на них настаивал, так и осталось за кадром. Хотя уже сейчас понятно, если коалиция не сформирует новое правительство, это неизбежно. У нас есть достаточно количество голосов, чтобы изменить состояние вещей. У нас парламентская президентская республика, у нас коалиционный уряд, у нас есть коалиция с достаточно количеством этих голосов. Будь ласка, принимайте решение, або тогда несите спильную ответственность, в том числе и политическую. Потому что зайдет парламент, глухий политический код, и тогда будут перевыборы. Уже оценку этим действиям будут давать выборцы. Сегодня нужны рабочие места и высокие зарплаты. Для этого нужен мир. Для этого нужны инвестиции. Если не будет мира, не будет инвестиций. Коалиция этим заниматься не хочет. Коалиция хочет делить портфели. Если они не перейдут к необходимой повестке дня, я считаю, что такой парламент должен быть распущен, что должны пройти перевыборы, и должен быть избран новый парламент. А пока депутаты всю неделю усердно переписывают коалиционное соглашение. И точно так же, как в 2014-м, когда его только составляли, держат в секрете все детали. Возможно, потому что впервые пропишут в главном документе коалиции пункты об ответственности правительства. Екатерина Лысенко, Иван Нашкин, Доргенадий Никенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и о большой политике давайте далее поговорим. С Юрием Луценко, он подъехал к нам в студию. Да, вечер добрый, приходите, пожалуйста. Много вопросов накопилось, ну, в том числе и к вам. Добрый вечер. Вечер добрый, дякую, что приехали. Я хотел вас запитать, ну, смотрите, давайте начнем с этого тижня. Все ждали, ну, первый сессийный тиждень. Первые депутаты собрались в этом году. Насколько результативной будет работа, навіть в пятницу голосов не могли собраться. А что происходит? Тобто, не разкачалося, чи так же разкачалося, что и надо работа? Там, кто-то в округах, кто-то в отпусках. Как, взагалі, поясните это? Не-не, отпуски давно уже завершені. Но проблема в том, что близко 20 депутатов коалиции находились на сессии парламентской асамблеи Ради Европы в Стасбургу. И еще одна банальная причина – грип. Тому, звичайно, это впливало на работу сессии. С другой стороны, не буду приховывать, на работу сессии также влияет политическая нестабильность, которая началась с заявки премьера-министра про имоверный конституционный референдум, что, фактически, подрывало Минский процесс. Переговоры с Народным фронтом тривали долго, но, наконец, мы нашли спинную мову. И, как вы видите, изменения в Конституции для очищения украинских судов происходило без никаких референдумов, а нормально проголосовали в зале и отправили в Конституционный суд соответствующий проект. Мы очень успешно. Уже буквально в понеделок, следующий недель, мы хотим проголосовать в первом читании этого проекта. Почему так успешно? Потому что, если это оттягнуть на следующую сессию, практичная переатестация судов начнется до следующего года. Такий алгоритм изменения Конституции. Если мы это сделаем в понеделок, 226 голосов под первое читание изменения Конституции, чтобы суды подлежали переатестации, тогда это начнется с 1 вересня. А на вашу думку, как вы чувствуете, сколько судов нужно изменять? Ну, вы же знаете, есть настрои, когда говорят, что там всех нужно изменять. Сколько реально проводят, не проводят очищение этой переатестации? Я работал в Министерстве внутренних справ и могу ответственно заявить, что не все милиционеры и коррупционеры. Я был в разной качестве в судах и могу ответственно заявить, что не все суды коррупционеры. Тем не менее, на жаль, их там много. И никто не будет считать в процентах. Просто будет запропонованный закон про критерии переатестации. Например, больше двух скасованных решений высшей инстанции. Это очевидно свидетельствует о том, что суды або не квалификованы, або корруппованы. И такие не политические, не партийные, а профессиональные, доброчесные критерии будут установлены. В соответствующие комиссии принимают решения. Я уверен, что это единственный шлях для восстановления доверия. А когда вы скажете, что все милиционеры плохие, все суды плохие, а что к министрам, вы тоже так скажете, что не все министры плохие, не всех нужно менять. Просто сейчас тоже вопрос открыт. Каким будет склад уряда? Чи это будет новый уряд Яценюка, или новый уряд без Яценюка? Ваша думка? Позиция БПП полягает в том, что этот год должен быть годом стабильности. В первую очередь политической стабильности. Но хотелось бы. Это нужно не для того, чтобы депутаты комфортно сидели в своих крислах, або министры спокойно занимались своей работой, а для того, чтобы началась восстановления экономика страны. Мы слишком много потеряли. Поэтому уряд должен заниматься экономикой. Внутренний и внешний инвестор придет в Украину только в условиях политической стабильности. Поэтому для нас является принятным сохранение премьер-министра Яценюка при определенных критических зауважениях к методам и стилю его работы. Тем не менее, мы готовы с ним работать, в разе, если под ним будет сформировано новый уряд, который будет главным действовать по-новому. Нас не влаштовывает в деятельности уряда Яценюка схильность до одноденного пиара. Мы понимаем, что нынешнее информационное общество потребует певных позитивного пиара под проведение реформ. Но всем не можно закинчивать. Пропиарировать определенную справу и заниматься другим. Пропиарировать эту справу, заниматься третьим. Почему так стается? В уряде, на отличие от всех украинских урядов, не существует первого века премьера. Мы надеемся, чтобы была введена посада первого века премьера, который имеет две главные задачи. Первое. Примусить уряд впровадживать принятые Верховные Рады законы. На сегодняшний день масса законов принята, но они не реализуются. Простенький пример. Мы приняли решение о покупке медикаментов через Международные Организации охраны здоровья, что должны дешевить леки на 30%. Но их там не закупили. Почему? Потому что не было постановок обмена. Очевидно, что кто-то должен заниматься этим. Премьеру действительно нет на это время. Это без никакой иронии. У него много вызовов более глобального характера. Первый век премьера должен заниматься впроваджением законов в жизни. Выконавской дисциплиной членов уряда. И второе задание – общаться с инвесторами. Я знаю много случаев, когда люди, которые имеют планы на 5 миллиардов инвестиций и на 100 тысяч инвестиций, не могут найти, до кого прийти в уряд. Пан Юрий, давайте мы так сделаем. У нас как раз сюжет есть на эту тему. Мы его сейчас подивимыся. Тобто Лена Зорина, наш корреспондент, просто раскладывается глядачам. Какие вакансии, кто согласен, кто не согласен. Были даже люди, которых называли как кандидаты. А они нам сказали, что впервые про это чуют. Давайте подивимыся и просто сможем уже далее поговорить. Здесь нет открытых кастингов, конкурсов и объявлений. Алло, мы ищем новых министров. Сколько бы ни обсуждали их отставки через дорогу в Раде, в Кабмине все как всегда. Неделя идет за неделей, день сменяется ночью. И о переменах говорят, разве что когда журналисты спрашивают. Хотя некоторые министры и признаются, давно на чемоданах. Мои речи, они постепенно в готовности, потому что министр обороны может быть постепенно в готовности для выезда в зону проведения террористической операции. Кто останется, а кто не удержится в чиновничьем кресле? Кого на кого поменяют? Кадровая чехарда все больше напоминает некогда популярную компьютерную игру Супер Марио, где по пути на новый уровень можно запросто свалиться. Кто добежит до заветного замка на Грушевского? Вакантных мест в Кабмине хватает. Министры, которых ушли и которые сами хотят в отставку. А еще те, которыми недовольны. Есть и два свободных кресла вице-премьеров. Первого и по европейской интеграции. Карьерный взлет и переезд прогнозируют замглавы администрации президента Виталию Ковальчуку. Ему прочь от кресла первого вице-премьера. Еще одно возможно для нынешнего министра эконом-развития Айвароса Абрамовичуса. Сами кандидаты вероятный карьерный скачок пока не комментируют. Министерство здравоохранения. Вот за что может развернуться настоящая борьба. Из-за тендерного скандала с закупками лекарств его глава Александр Квиташвили уже полгода заявляет хочет уйти. Я уже написал заявление. Конкурентов у Квиташвили четверо. Известный кардиохирург. Хочется вообще вот министр? Хочется. Два нардепа. Меня уже так давно называют кандидатом на посаду министра. Вы думаете, вы краще, чем Квиташвили? Маю базовую освіту и знания державной мовы. А вот как Квиташвили будете говорить о том, что я уйду, я уйду, я уйду? Все-таки его неродной язык, ни русский, ни украинский. В качестве кандидата называли даже бывшего топ-менеджера Майкрософта, замглавы администрации президента Дмитрия Шимкева. В аппаратные игры готовы играть не все. Я не вижу себя в складе этого уряда. Но есть и те, кто хочет побороться. За державу обидно. Мы просто обязаны стандарты медицинские привести к европейским стандартам. Давайте я вам увы, ВЖМ-министр. Еще перш из рук. Есть такой одесский анекдот, когда Абрам и Сара купили машину. Министр экологии Игоря Шевченко ушли с должности еще летом. Он первый из этого правительства, кто досрочно сдал пост. Среди тех, кто может его заменить, называют двоих нардепы от пропрезидентской фракции Глеб Загорий и Ольга Белькова. Она, как и предшественник Шевченко, с образованием в Гарварде. Но об этом, как и о возможной министерской карьере, предпочитает не распространяться. Министерство инфраструктуры тоже практически без руководителя. Андрей Пивоварский еще в декабре попросился в отставку. Но пока так и не уволен. Мы рассчитывали на обещанное реформование. Не по всех вопросах мы смогли найти спильную умову. Среди тех, кто сможет его заменить, публично озвучивается только одна фамилия Павла Рябикина. Это бывший зам Кличко. Человек не публичный, заявление о шансах нигде не делал. Министерство образования тоже поговаривает, ждут изменения из-за недовольных реформами. Я сначала хотел бы докладать общую конву, чем мы занимаемся. Среди конкурентов нынешнего министра Сергея Квита называют нардепа Лилию Гриневич. Именно она вводила внешнее тестирование в Украине. Теперь в парламенте возглавляет комитет по вопросам образования. А вот о надвигающейся министерской карьере говорить явно не хочет. Я думаю, что нет пропозиции про посаду министра. Новый шеф возможен и в аграрном министерстве. Его глава Алексей Павленко к концу этой недели попросился в отставку. Правда, возможных кандидатов на его кресло пока нет. Переговоры скрыты от посторонних глаз. Эксперты говорят, то ли еще будет. Идет очень большой шантаж. Сейчас могут всплыть очень много интересных фактов про любые министерства. Идет очень жесткая торговля, поэтому могут быть любые фамилии, кроме, наверное, Карла Бильта. Лакмусовый папирец, изменится министр внутренних справ. Даже если Арсений Яценюк при этой ротации залишится, то это будет ненадолго. Потому что он остальный бастион. Багато в чем для Арсения Яценюка. До конца февраля это правительство может не удержаться. Яценюк вроде как бы большинство не устраивает. Но критерии к новому премьер-министру, это примерно такой же Арсений Петрович Яценюк. Слышал фамилию Александра Квасневского. Возможно, Саакашвили. Возможно, Лешик Бальцирович. Сейчас понятно лишь одно. Кадмин точно переформатируют минимум наполовину. И возможны сюрпризы. Все, как в компьютерной игре о Супер Марио. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Геннадий Аникеенко и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интерн. Подробности недели. Прямой эфир Юрию Луценко на студии. Ну и вот давайте сейчас как раз о кадровых вопросах и поговорим. Ну, пане Юрию, то есть, по кадрам, насколько серьезно почистят этот уряд, если можно так сказать? И, ну, какие такие главные точки? Политик, который говорит о кадрах, является по верховым политиком. Менять кадры нужно, но нужно еще и цели. Поэтому, в первую очередь, я хочу заявить о необходимости корректирования Коалийской угодки и программы действий уряда. Вона мает, наконец, показать календарный график кроков, а, соответственно, будет, возможно, контролювать уряд по выполнению такой программы. Я больше того скажу, я эту фразу сказал уже на зустачи с урядом. Сегодня героем Украины есть не только солдат на передовом окопе антитеррористической операции. Это безусловно. Но героем есть тот, кто открывает маленькую кафешку на оболоне, або открывает маленький цех по шутю взуття в броверах. Это также герои, которые в таких страшных условиях сегодня борются за отроджение экономики страны. За свой властный семейный бюджет, но и за страну. Вот мы должны им помочь, фермерам, среднему классу, студентству, которые должны дать Украине новую экономику вместо страченной радянской ее частины. Серовинного характера. Стосовно кандидатам, и вот под эту мету мае быть переформатованный уряд. Треба благодарить министрам. Они минулого года много сделали для финансовой стабилизации, для децентрализации. Но сейчас нам нужно уточнить курс от отроджения экономики. И в этом контексте мы готовы запропоновать нового министра транспорта. Мы готовы запропоновать и другие кандидаты, что это будет необходимо. Но мы согласимся также, если так будет, с более профессионными кандидатами от других партий коалиции. Идет непропаратийный интерес. Идет профессионание Кабинета Министров как коллегиального органа реформ. Вот еще одна проблема, которая возникает в минулом уряде, это то, что это был уряд одинаков. Розумных, профессиональных, грамотных, но Кабмин не произошел как коллектив. А хочу напомнить, что согласно Конституции и по жизни Кабинет Министров Украины принимает коллегиальные решения. Все министры голосуют за вопросы и ОПК, и медицины, и экономики, и полиции. И сейчас нужно сделать коллектив однодумцев, которые будут заниматься 5 или 3, или другая количество конкретных реформ, которые нужны людям. Хорошо, чтобы просто крапку с этим поставить, а какие позиции сейчас есть наиболее привабливые для коллег по парламенту? За какие наиболее разговоры, а на какие позиции может никто идти и не хочет? Или не бывает такого? Нет, так бывает. Насправді, очень тяжело идти кандидата на Министерство охороны здоровья. Попри то, что министр еще полтора года написал заяву про представку, мы не можем найти кандидата, который будет задовольняться галузь политиков и, власне, премьер-министра. Сейчас этот кандидат продолжает. Вы говорите, кого-то интересует? Ну, не знаю, меня интересует результат. Например, я считаю себя другом Вячеслава Кириленко, но буду предлагать, чтобы министр культуры был новым. Может, Вячеслав Кириленко должен дальше работать вецепремьером, но галузь культуры очень голосно требует изменения кандидата. И с этим тебе рассчитываться. В Министерстве экономики также есть много вопросов, Абрам Явич сделал очень много, но, опять же, есть думки о том, чтобы он стал вецепремьером, а его посаду заняла другая особа. В результате, не БПП будет расписывать уряд. Это должна сделать коалицию, потому что у БПП есть лишь 140 голосов, а решение нужно принимать парламентскую большинство. До того, как говорите про новых министров, про переформатирование уряда должен быть звезд уряда. Ну, даже дата уже есть, дата уже есть, дата уже есть, следующий неделю. А каким он будет? Чего от этого звезда ожидать? Там, снова у повитряных кульок, или каких-то скандалов? Звертаю вашу внимание, что звезда уряда минулого года не было. Тогда это был рядовый день уряда, где выступал премьер-министр, и очень нерадовый и негарный ученок депутата Барани. Не больше ничего. Звит уряду описан в законе про регламент, и он предупреждает раздачу депутатам за 15 дней информационных материалов про деятельность уряду, обговорение на профильных комитетах парламенту деятельности соответствующих министров, фактически звит министров внутри комитетов, и лишь потом звит главы уряду, премьер-министра Украины, с трибуны Верховной Ради. Все это будет потом реализовано в постанове Верховной Ради, которая может принять доведение, может поддерживать, а может и не поддерживать. Конечно, в этот неделю до 16 числа, между 10 и 16, будет присвящено очень тесному общению премьер-министра и фракции Коалиции. То есть сейчас будут по процедуре? Сейчас будут по процедуре, но кроме того, кроме этой процедуры, также будет, за закрытыми дверьми, консультация фракции Коалиции с премьер-министром Яценюком. Я уверен, что если Арсений Петрович сможет договориться о новой команде, подкреснив команду, а не набор, команду профессионалов, которых будут поддерживать фракции, которые вывозят, мы получим новый уряд начальник за Коалиции Коалиции и эффективную большинство, которая будет принимать необходимые законы. Если начнутся битвы партийных амбиций, або ультиматумы профессиональных вопросов, на жаль, ничего доброго из этого я не вижу. При этом, слушатели должны четко понять. Я знаю критичное ставление к политике всех украинцев, в частности, критичное ставление к премьер-министра. И принимаю вопрос, почему и дальше вы говорите про премьер-министра Яценюка? Я отвечаю, потому что иначе это означает перевыборы Верховной Рады и что наиболее 4 месяца без ответственной балаканины 9-го валу популізма и заблокированный парламент. Мы потратим миллиард государственных денег, потратим 4 месяца политического часа для того, чтобы привести в парламент приблизительно таких же депутатов. Из моего точки зрения, это неправильно. Этот год требует оставить политическую стабильность задля залучения инвестиций и развития украинской витчизненной экономики. Задля этого мы готовы работать и с Арсеном Петровичем Яценюком, або он хотел бы работать с нами. Доброе, ну на этом давайте ставить крапку. Я дякую, что пришли. Мы с Юрием Луценком говорили и про события этого тижня, и что самое главное, про то, чего ждать от Рады на следующем и, в принципе, на следующих тижнях. И давайте далее сменим тему. Ситуация с экономикой. Сейчас не только и не столько от политиков, которые в нашу студию приходят, зависит. В мире падают цены на нефть, и сказать, что существенно, ничего не сказать. Судите сами. Всего за три последних года нефть подешевела втрое. Ну вот, смотрите. Свыше 100 долларов за баррель в январе 2013-го и всего 35 сейчас. На форуме в Давосе на прошлой неделе не весело шутили, мол, дождемте ли моменты, когда черное золото будут вообще бесплатно разливать. И пока для нефтяных стран, ну, мы все знаем, падение цен стало проблемой для нас с вами. Оно, по сути, могло стать подарком. Падает нефть, должна снизиться цена и на бензин, и тоже вдвое. Но по украинской традиции, чтобы поднять цены, и повод никто не ищет, но вот чтобы снизить даже такой существенный повод, никто не спешит использовать. Хотя в мире все наоборот. Я накануне эфира попросил моих коллег, корреспондентов Интера в Берлине, Тель-Авиве, Вашингтоне, вот просто подъехать на заправки. И посмотреть, сколько теперь им удается сэкономить. Секрет динамики цены бензин в США прост. Стоимость чутко реагирует на ситуацию на рынке нефти. Все логично, чем дешевле стоимость одного барреля, тем дешевле стоимость бензина в Соединенных Штатах. А потому не случайно президент Барак Обама в своем недавнем обращении к Конгрессу сорвал очередные аплодисменты, сказав, бензин стоимостью ниже двух долларов за галлон – это совсем неплохо. И это не обещание, это объективная реальность. Вот на этой заправке всего в 10 минутах езды от Вашингтона за галлон бензина берут 1 доллар 80 центов. Галлон – это почти 4 литра, то есть получается литр бензина стоит около 45 центов. Бензин дешевеет буквально на глазах только с начала месяца, и его стоимость просела на 10 центов. Экономия огромная, ведь еще летом за литр брали в полтора раза больше. Ездить на машине в Германии сейчас не только удобно, но и выгодно. Для немецких автомобилистов настали хорошие времена. В среднем 90 центов за литр дизеля и евро 15 центов за литр топлива марки Супер. Так дешево немцы не заправлялись уже более 10 лет. Бензин и дизель начали дешеветь еще в декабре прошлого года из-за резкого падения цен на нефть. И вот к январю литр стал дешевле в среднем на 25 центов. Скурплезные немцы уже подсчитали, если цена останется такой в течение года, те, кто много ездит и заправляются, смогут сэкономить целых 500 евро. Если, конечно, не помешает правительство. Министр финансов, например, предложил ввести дополнительный налог на бензин, а полученные средства направлять на содержание беженцев. Стоит ли говорить, что немцам эта идея совсем не понравилась? Я тоже приехал заправиться. Цены на израильских заправках указаны, разумеется, в шекелях. Я для удобства переведу их в доллары. Так вот, литр 95-го бензина сейчас стоит 1,44 доллара. Бензин действительно дешевеет. Год назад он стоил 1,60 доллара. И топливо здесь дешевеет в зависимости от цены на нефть. Здесь тоже бывает, что когда нефть дорожает, то топливо растет в цене пропорционально. А вот в обратном порядке, когда нефть дешевеет, разница уже не так бросается в глаза. В любом случае снижение цены на бензин – это не добрая воля бизнесменов, а закон, который очень четко привязывает цену черного золота к цене на бензин. Поэтому большинство автолюбителей здесь узнают о снижении цены не из новостей, а чувствуют это, что называется, на своем кошельке. Ну вот так в мире дела обстоят. Ну а у нас с вами, как вы заметили, таких цен нет. Из-за этого и цены в магазинах очень высокие. Ну все же ведь от топлива зависит. Но экономика устроена так, что наши с вами потери, ну явно становятся чьим-то доходом. А вот насколько большим доходом, подсчитали эксперты, уверяют, 3-4 гривны на каждом литре бензина – коррупционная составляющая. Если посчитать, сколько топлива в день продается, получится, что это уже не игровые автоматы, а колонки на заправках нужно однорукими бандитами называть. Ведь из-за наших карманов каждый день вынимают 5 миллионов гривен. За счет чего это происходит? Выяснил наш спецкор Руслан Смещук. Нефть упала в 4 раза, и бензин должен был подешеветь. Но есть армия чиновников, которую кормим мы с вами. Поборы откровенные. Более 12 видов государственных налогообложений существуют в этой сфере. Каждый день мы платим за воздух, а не за топливо. А можно вас попросить принести мерник? Это мое требование как гражданин Украины, да, для себя. Завышают, не доливают, разбавляют. Мне кажется, просто кто-то у нас на этом хорошо зарабатывает. Примерно так сейчас рассуждает каждый водитель в Украине. Если бы делали сами, покупали бы нет, делали бензин, тогда у нас бензин был бы в Украине дешевле. Но у нас так уже сложилось, что мы в основном покупаем уже готовый бензин. Покупаем до органа. Из чего же состоит литр топлива, если разложить его на наши с вами кровные? Если брать конкретно, то в его цене больше налогов, чем стоимость самого бензина. Мы даже приводили такие примеры, что если бы на сегодняшний день заводам бы просто дарили бы нефть, то Украина имела бы цену в районе 12-13 гривен на стеле за бензин. Продавцы бензина говорят, что 70% цены нынешнем украинском бензине это государственные налоги. Это разного рода акцизы, налоги, поборы откровенные. Но этого продавцам бензина оказывается мало. Ведь в этом бизнесе деньги из воздуха можно получить на любом уровне. От крупного трейдера до мелкого заправщика. Мы нашли бывшего работника АЗС, который решился рассказать нам, как обманывают на заправках. Разумеется, на условиях полной анонимности. Есть два режима. Когда просто водитель дает 200 гривен, например, и говорит мне на эту сумму заправить бензин, то ясное дело, никто в литраж особо вдаваться не будет. Но если водитель просит конкретно литраж, залейте мне, пожалуйста, 10 литров бензина, ни 11, ни 12, ни 15, ни 20, то конкретно в этой ситуации уже заправщик звонит на базу и говорит, нужно 10 литров бензина. Если он этого не сказал, то этот режим такой, там может быть оказаться на эти 200 гривен, немножко недолива. 12 лет назад, в 2003-м, литр 92-го стоил в Украине около 40 центов, примерно 2 гривны. А нефть, как и сейчас, вокруг 30 долларов. Но теперь за литр топлива почему-то требуют уже 70 центов. Как же получилось, что бензин подорожал в два раза? Акциз был 40 евро, а сейчас акциз 227 евро. Не было конечного акциза, с литра никто не платил акциз. Сейчас это еще 4,5 цента. И НДС другой в этом. В переводе с трейдерского на человеческий цены взяты с потолка. Сейчас мы проведем простейший эксперимент на нескольких АЗС, принадлежащих крупным сетям. Мы купим по 10 литров бензина и попросим дать нам мерник, который, согласно действующего законодательства, сотрудники АЗС обязаны предоставить по первому требованию. И замерим, сколько же нам в действительности продали топлива. Первая заправка. Покупаем 10 литров 95-го. Можем у вас попросить принести мерничек нам? Кого? Мерничек, мерничек. Мерничек, да. 10-литровый. Спасибо. Но вместо мерника нам предоставили старшего менеджера, который тут же стал нервно набирать номер шефа. Я не знаю, что с начальником право. Ну, это наше законное право. Вы должны, по первой, вымозить. С начальником ничего не делали. Пока руководство АЗС решало, выполнять ли наши требования, заправщик нехотя принес мерник. Но по команде старшего сразу же унес его обратно. И понес обратно. Ну, куда же он понес? Это же одно, что придется давать. После краткого телефонного разговора 10-литровый мерник внезапно находится. И сколько же нам не далили? Минус 90 граммов на 10 литров, согласитесь, немного. Но если умножить на количество заправок в день, сумма выходит очень солидная. И приятная для работников АЗС. Ведь это деньги из воздуха и мимо кассы. Как не трудно предположить, самый главный фактор высокой цены на бензин – все же коррупция. Продавцы закладывают теневые расходы на взятки и мзду чиновникам в конечную стоимость литра топлива для народа. Если убрать хотя бы коррупционную составляющую из их бизнеса, те поборы, которые устроены по всем направлениям в этом бизнесе, то цену удастся снизить на 15-20% за счет коррупционной составляющей. Тем временем мы продолжаем свой рейд по заправкам. Покупаем 10 литров топлива и опять просим мерник. А можно вас попросить принести мерник? Мерника? Да, мерника. И опять вместо мерника – менеджер. А почему вас войдет? Просто хотим проверить. Вот это мое требование как гражданин Украины, да, для себя? Да, вполне законно. Да, конечно. В этот раз мерник приносят быстрее. Каков недолив? Здесь у нас не хватает 80 грамм. Неделю назад мы встречались с председателем антимонопольного комитета Украины. Уже тогда он заявил, похоже, что нефтетрейдеры сговорились. Мол, цены у всех на колонках одинаковые и меняются как-то подозрительно одновременно. Мы ожидаем, что компании дадут им информацию, чему сами за умовы, чему сами там, там, деколька ключевых гражданин, поддерживают однаковые цены. Если мы побачим в ней ознаки порушений законодательства по захвату статистической конкуренции, то десь в второй половине лютого будут порушены соответствующие справы. Говорят, что расследование в отношении некоторых компаний начато. А мы отправляемся на третью АЗС. Все по отработанной схеме. Покупаем 10 литров 95-го и просим мерник. Можно вас попросить принести нам мерничек 10-литровый? Да, мы просто хотим проверить. Но на этой заправке нужного мерника просто нет. Ну или нам так говорят. Мне нужен 10-литровый мерничек. У нас 20-ки только. Тем временем в правительстве поспешили скостить цену на бензин аж на целую гривну. Но это как скидка студенту при покупке лимузина. Вот и получается, что до тех пор, пока государство не поборет коррупцию, не уменьшит количество и объем налогов на топливо, то больше половины денег, которые украинцы тратят на бензин, будет попросту сгорать. А значит не понизится. Ни цены на проезд, ни цены на продукты, ни цены на коммунальные платежи. Руслан Смещук, Наталья Неделька, Алексей Шматов, Сергей Коваль и Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Так что понятно, что без вмешательства власти в такой ситуации не обойтись. Ну, можно конечно спорить, каким именно оно должно быть. Насколько жестко контролировать цены, диктовать или регулировать. Но если откровенно, нефтяные трейдеры везде одинаковые. Посадив на Сфамино бензиновую иглу, ну, машину ведь в гараже не бросишь, сколько бы топлива ни стоило, не уменьшают аппетит. И не только у нас, но и, скажем, на Ближнем Востоке, где, казалось бы, ну, копни, нефть просто из-под слоя песка в пустыне забьет. Как там регулируют цены? Это все видел Роман Бачкала, он сейчас в Иордании. Вокруг Иордании самые богатые нефтью страны. Но парадокс в том, что в самом королевстве черного золота почти нет. Просто власть взяла под личный контроль цены на топливо. В Иордании за последние полгода цена на бензин снизилась в два раза. Ахмед уже забыл, что такое считать заправленные литры. С тех пор, как цена на нефть стремительно пошла вниз, пропорционально стала снижаться и розничная цена на бензин. На сегодняшний день даже 70 сентов нет. То есть получается в два раза почти? Если не больше, да. Чуть больше даже. Национальной забавой стало следить за индексами мировых фьючерсов. И народ даже следит. Вот они же видят, замечают, что упала цена на мировой рим. И все ожидаем завтра, послезавтра, значит, цена должна упасть. Как это работает, мы решили узнать в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов. У нас существует специальная комиссия, которая собирается в последний день каждого месяца. Пересматривает стоимость топлива. Мы анализируем мировые цены и все составляющие себестоимости. Страховку, морской транспорт, наземные, хранение, налоги. И выводим цену на следующий месяц. Частным компаниям не остается ничего другого, кроме как подчиняться. В противном случае гигантские штрафы, вплоть до потери лицензии. С королем шутки плохи. Наши цены на топливо максимально открытые и прозрачные. В них нет никакой коррупции и частного интереса. Впрочем, сети АЗС и не пытаются мухлевать. Здесь уже привыкли. Государство лучше не обманывать. К тому же в низкой цене есть своя выгода. Наша продукция стала доступней. И клиентов стало больше. По цепочке подешевел городской транспорт, доставка грузов, отопление и горячая вода. У нас в стране отопление индивидуальное. Дизель развозим по домам. Вот так подъезжаем к дому. Отгружаем нужное количество и выписываем чек. С прошлой зимы цена на дизель упала более чем в два раза. Но все может измениться, если мировые цены снова поползут вверх. Впрочем, предпосылок для этого пока нет. Я думаю, что до конца года цена на нефть будет в нынешних пределах. Если и вырастет, то совсем незначительно. Объем поставок, вероятно, снизится. Есть, конечно, и другие важные факторы, геополитические. Сегодня 31 января, последний день месяца. А значит, топливная комиссия снова в сборе. Два часа обсуждений и вот новая цена. В феврале бензин будет дешевле еще на 10%. Роман Бачкала, Олег Ерофеев, Ирина Дьяченко. Подробности недели, телеканал Интер из Иордании. Ну и далее мы прервемся на короткую рекламу, после которой не пропустите вот такие темы. Не пропустите после рекламы. Кризис миграции. Недовольство перерастает в уличные столкновения. В статусе беженца отказать. Мне чиновник четко сказал, что у вас, у украинцев, нет шансов здесь остаться. Негласная позиция немецких властей. Вот куда-то пройдете, там, где можно попросить убежище. Без вещей на мороз. Сказали в течение часа покинуть гостиницу. Комнаты заблокированы. Вещи на шкаф, а мы находимся здесь. Власти российской глубинки избавляются от загостившихся жителей Донбасса. Где родился, там и пригодился. Я вот находился, как бы, на дистанции с французской культурой и не хотел стать французским співаком. Фронтмен в оплевида Плясова о миграции в эксклюзивном интервью подробностям недели. Грипп шагает по стране. Близко никому не подходить. Если, конечно, заразно. В каких регионах решено продлить карантин? Все, о чем говорят и спорят, в прямом эфире прямо сейчас. Смотрите прямо сейчас. Кризис миграции. Недовольство перерастает в уличные столкновения. В статусе беженца отказать. Мне чиновник четко сказал, что у вас, у украинцев, нет шансов здесь остаться. Негласная позиция немецких властей. Вот туда-то пройдете, там фунт, где можно попросить убежище. Без вещей на мороз. Сказали, в течение часа покинуть гостиницу. Комнаты заблокированы. Вещи наш пак, а мы находимся здесь. Власти российской глубинки избавляются от загостившихся жителей Донбасса. Где родился, там и пригодился. Я вот находился на дистанции с французской культурой и не хотел стать французским спиваком. Фронтмен в облеведоплясово о миграции в эксклюзивном интервью подробностям недели. Грипп шагает по стране. Близко никому не подходить. Я все, конечно, заразная. В каких регионах решено продлить карантин? Все, о чем говорят и спорят, в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый, это подробности недели, вторая часть программы. Мы в прямом эфире, я Дмитрий Анопченко. Начнем этот час с очень важной темы. Ну вот смотрите, беженцы с Ближнего Востока. О них в новостях только и говорят. Кто-то из нас им сочувствует, но все-таки люди от войны бегут. Кто-то недоумевает, мол, зачем Европа открыла свои границы. Ведь многие из этих людей никогда не станут жить как европейцы. Ну а потом еще и уезжать не захотят. Но сейчас эта тема получила новый поворот. Украинцам в праве на убежище стали отказывать. Они ведь не сирийцы, с которыми Европа пытается быть политкорректной. Нашим с вами соотечественникам и на дверь указать можно. Никто не возмутится. Вот давайте прямо сейчас в этом подробнее разберемся. В Европе терпение похоже на предель. Ну казалось бы, спокойная сонная Швеция, но на днях в самом центре Стокгольма столкновение. Компания местных жителей и беженцы. Драки, оскорбления, взаимные угрозы их все больше. После того, как беженец из Сомали совсем недавно убил молодую девушку, сотрудницу центра помощи беженцам. И вот посмотрите, в Великобритании тоже драки и тоже с противниками политики открытых дверей для мигрантов. Буквально на днях дрались сторонники и противники этой политики. Мастовые столкновения в прибрежном Дувре. Этот городок находится в 20 километрах от французского Кале, где лагерь для мигрантов как раз и расположен. И является для беженцев символическими воротами Соединенное Королевство. Все начиналось как два отдельных протеста, не нацистов и антирасистов, но закончилось разбитыми головами и арестами. И Германия тоже меняет свою позицию, отказываясь от былого радушия. Ангела Меркель уже заявила, что беженцы обязаны будут покинуть страну после того, как война закончится. В Берлине тем временем скандал. Местные политики открыто призвали стрелять в беженцев, если те нелегально пересекают границу. Вице-канцлеру страны Зигмару Габриэлю даже извиняться сегодня пришлось. Вот вышло сегодня его интервью по этому поводу в газете Bild. Вот только у всего этого есть своя цена, и неожиданно ее пришлось платить украинцам, тем, кто сбежал на берега Рейна, не из Дамаска, а из Донбасса. Им теперь указывают на дверь. Ктиана Лугунова поговорила с такими людьми. Беженцы. Топ-тема немецких новостей уже несколько месяцев. И все чаще новостей плохих. Новогодняя ночь. Число жертв в земле Северной Рейн-Вестфалия превысило 1200 человек. Очевидцы рассказывают, по всему телу мне хватали руки. Минимум 27 нападений зафиксированы и в Гамбурге. После Борнхайма другие бассейны запрещают вход беженцам. Клубы Фрайбурга не пускают беженцев. И очень плохие новости для беженцев из Украины им намекнули. Многим придется вернуться на родину. Таких, как Олег и Игорь, в Германии почти 5000. Мне чиновник четко сказал, что у вас, у украинцев нет шансов здесь остаться. Поэтому рассмотрите вопрос вообще. Может вы сами заберете документы, получите какие-то деньги на дорогу обратно и езжайте себе домой. Но я отказался. Маленькие шансы, понимаете, почти ничтожные шансы. Для одних есть как бы зеленый свет 100% жителям Сирии. Хотя мы с многими общались с этими людьми. Многие из них, процентов 80, наверное, и не видели войны. Позиция Германии в Сирии война, в Украине антитеррористическая операция. Для европейцев, как выяснилось, две большие разницы. Баварские политики вообще предложили объявить Украину безопасной страной происхождения. Предполагается, что с Донбасса можно легко уехать в Киев или, например, во Львов. В Германию Олег приехал осенью прошлого года по туристической визе. Бывший майор милиции из Донецка из органов уволился, когда на Донбассе начались волнения. Донецкие считают его изменником, киевские – сепаратистом. Работу в столице искал больше года. Убедился в том, что я там тоже не нужен. То есть не нужен нигде, ни в качестве кого. То есть работу найти нереально в центре занятости. Я получил пособие просто как бомж, и как будто бы вообще у меня никакого стажа не было. Семья из Алеппо. Восемь человек с ними, как переводчица, дальняя родственница. Она уже давно живет в Германии. С самого утра штурмует берлинское миграционное ведомство. Эта семья уже месяц в Германии, и все живут у меня. Пару дней были в приюте, но не выдержали. Там воняет, душевые грязные. Когда хотели в туалет, то шли на улицу, в рестораны, кафе, там, где чисто. Им пообещали отдельную квартиру, только потому, что у главы семейства туберкулез. Сказали, что дадут однокомнатную. Мужчина с туберкулезом, жена и шестеро детей. В одной комнате. Вы бы так жили? Или лучше на улице? Вот, смотрите, покажу на камеру справку от врача. У него туберкулез. Ну, вот в одной из комнат живут украинцы. Рядом с сирийцами, да, здесь в основном семейные граждане Сирии, которые живут по 5, 6, 8 человек в одной, в одном из, в каждом из комплексов. Вот наш, украинский. Вот, пожалуйста, прошу, прошу, любите жаловать. Комната 6 на 3, двухъярусная кровать и в ряд. На верхних хранят вещи, на нижних спят, если удается. Ну, вот вы даже слышите, я разговариваю, да, просто. И какая акустика, сумасшедшая. Часов до двух ночи они не спят, и часов с 7 утра они тоже уже не спят. Поэтому, соответственно, плюс игра в барабаны. Вот у наших соседей есть барабан. Предприниматель из Донецка Игорь вспоминает, фирму отжали боевики, а его самого полтора месяца продержали в подвале. Били по ногам, по пяткам били, лишился зубов, части. Они меня, ну, подозревали. Подозревали, я человек проукраинский. Подозревали, что я работаю на Украине, на Украину и сообщаю определенные сведения. Свободу Игорь купил за 10 тысяч долларов, переехал в Киев, а потом подался в ЕС. Алло. Алло, Дойчланд. Более миллиона беженцев из Сирии уже в Германии. Бывали месяцы, когда немецкую границу пересекали по 10 тысяч человек в день. Мигрантов селят уже и в казармах, и в заброшенных ангарах, и в спортзалах школ, а иногда и в отелях. Кому как повезет. Отель-президент в самом центре Берлина. В минутах ходьбы штаб-квартира партии Ангел и Меркель и улица, где находятся самые дорогие магазины города. Правда, забронировать здесь номер невозможно. В гостинице теперь приют. На входе охрана снимать внутри запрещено. Про условия рассказывают новые постояльцы. Очень хороший отель. Очень теплый, чистый и место хорошее. На мужское население порядка 300 человек мужского населения, один рабочий душ. Вот сколько мы здесь находимся, где-то 2,5 месяца, постоянно он здесь работает один. То есть здесь всего лишь 5 душевых кабинок. 300 человек и 5 душевых кабинок, и всего лишь один работающий бойлер. Пути обратно у Олега и Игоря просто нет. В Донецке их ждет подвал. В мирной Украине, возможно, такой же барак для беженцев. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности недели. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Вообще, за время войны на Донбассе более миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома. Ну, далеко же не все из них до Европы добрались. Большинство уехали в другие регионы Украины. Об их судьбах. Ярослав Кречко. Если европейские передовицы рассказывают о массовом переселении, то наши все чаще о массовом выселении. В который раз власти пытаются освободить киевское общежитие на Кустанайской. То в мороз электричество выключат, то воду, а то и все вместе. Я слышу над головой цивист этих снарядов. Метром в ста разрушается полностью с грохотом огромная ферма. Соседский дом в Решетон. Я больше испытывать судьбу не стал. Я собрал машину. Все, что у меня было там. Все, что поместилось. Детей и жену все приехали в Киев. Главное, что Боню забрал. Боня, это наш кот, мой любимый. Я многодетная мама. Четверо детей у меня. Наша семья приехала еще в августе 2014 года из Донецка. У нас здесь электроплиты. Если выключено электричество, то мы не можем ничего приготовить. То есть в те 8 дней с лишним, когда не было электричества, нам приходилось есть бутерброды. Питаться какими-то консервами. Естественно, у детей начались обострения со стороны желудочно-кишечного тракта. Что касается воды. Ну вот, периодически отключают и холодную воду. Были несколько сей объявлений, что ищите себе жилье, уезжайте, оттяжайте. Ну, во-первых, мы живем уже тут достаточно, чтобы устроиться. Кто на работу, дети в сад, дети в школу и так далее. То есть мы вернулись к какому-то привычному образу жизни. Сначала как бы страшилка воспринималась. На самом деле, вот, это не оказалось страшилкой. Они реально отключили электроэнергию. Среди зимы. Для нас администрация выставила другие требования. 24 тысячи гривен в месяц. Мы не ожидали, что будет настолько беспредел, что будет нам предъявлен туристический сбор, НДС. И вот, как бы, для нашей многодетной семьи 24 тысячи гривен в месяц за проживание. Вот мы в двух комнатах живем. Чемодан, вокзал, Донбасс. Российские власти также попросили мигрантов с вещами на выход. Многодетные матери, пенсионеры вдруг оказались лишними в кризис. И пресловутое российское гостеприимство растаяло как дым. Социальные сети всю неделю пристрили новостями о сотнях людей, просящих помощи. Нас собрали на седьмом этаже, сказали всем желающим, чтобы собрались туда, жителям Украины. И сказали в течение часа покинуть гостиницу. Так, как с 5 декабря гостиница не финансируется. Ни на питание, ни на проживание. Мы даже не можем подняться в комнаты. Комнаты заблокированы. Сказали в комнаты не подниматься. Вещи нашли, как, а мы находимся здесь. У них теперь одна дорога домой. И многие уже возвращаются. Усвоив один простой и горький урок. Они не нужны никому, кроме самих себя. Самая главная проблема – это жилье. То есть, по российским ценам жилье – это самое дорогое, что там, как бы, да, проблематично. Всегда хотелось вернуться в свой дом. А просто там, как бы, с нашим паспортом, да, больше ты не заработаешь и ничего не хочешь. Вернулся, грубо говоря, два месяца назад. Работал там чуть больше, чем полгода. Вот так вот. То есть, летом уже с родителями созвонился, уже свет, газ был. Ну, так еще понадеялся, что там, ну, как бы, работал. Думал, ну, тоже домой возвращаться, чтобы не спустил карманов. Сейчас я просто зарабатываю просто на то, чтобы жить. Ну, как я могу жалеть о том, что вернуться домой. Я же объясняю. Это мой дом просто на все. Это мой город, мой дом. Ну, а как будет дальше, уже видно будет. Надежда умирает последней. Поэтому надеюсь, как бы, на какое-то мирное решение всего этого вопроса. Ну, и жизнь в эмиграции. Вот какова изнанка красивой картинки, которую многие из тех, кто уехал, постят в социальных сетях. Мы расспросили об этом Олега Скрипку. Он долго за границей жил, работал в той же Франции. Европейцы внешне политкорректны. Но что они на самом деле думают об украинцах, которые просят убежища и помощи за рубежом? Смотрите. Он спевал разом на украинском и французском. Олег Скрипка, фронтмен в опле Ведоплясова, 5 лет прожил во Франции и все-таки вернулся на родину. Почему, пожалуй, впервые говорит об этом откровенно. Ты понимаешь, что ты исторично, генетично, ты инший людина, культурологично ты инший людина. Ты с иншого теста замешан. Я вот находился на дистанции с французской культурой и не хотел стать французским спевником. На вопрос о наших беженцах за рубежом рассказывает весьма неприятную правду. Мы никому не нужны. То, что у нас есть у украинцев еще комплекс безпорадной дитины, то мы шукаем где-то цицки, куда прильнуть до цицки, но ясная вещь, что нас никто ни где не ожидает. А то, что люди страждают по гуртожиткам, ну, завжди так и есть. И никто, ну, наша там слабкая держава, лед-ледь наладан дыхает. Ясная речь, она не может забезпечить беженцам нормальное существование. Но что сказать, если Европа не может с беженцами разобраться, то Украина точно не может. Участник и организатор десятков благотворительных акций Олег Скрипка лично знаком со многими, кому пришлось по-настоящему выживать и начинать с нуля. Когда ватники на Донбассе думали, что папик прийде и им сделает хорошо, вот это привело к этому. А когда люди, люди, они знают, что они сами могут что-то решить за себя, и их разбомбовали, их домики, они выехали, и тут сделали карьеру очень быстро, буквально за год. У меня есть такие друзья. Вот и все, они очень эффективные, абсолютно тверицы головы. И тут сидят кияни, не могут себе найти работу, они нашли работу, уже заработки мают. Они уже нормальны, у них квартиры, они уже там народжают детей, и уже все. Вот, там, очень быстро, все равно, заложить от людей. И еще на эту тему, как минимум 10 тысяч детей из числа беженцев пропали после прибытия в Европу. Цифра огромная, ну, это, считайте, население небольшого городка. И огласил ее человек, который за свои слова отвечает. Представитель Европола Брайан Дональд. Так вот, по его данным, как минимум 5 тысяч детей исчезли в Италии, еще тысяча в Швеции. Мы просто не знаем, где они, что с ними и как они. Вот так дословно сказали в Европоле. Стали ли они жертвами сексуального насилия, или их черные трансплантологи украли на органы? Вопрос открытый. Мы к следующей неделе, к очередному выпуску подробностей недели, как раз и попытаемся в этом разобраться. Ну и далее сменим тему и о политике. Давайте поговорим. Вот Юрий Бойко к нам подъехал в студию, с ним и обсудим все, что происходит. Да, вечер добрый. Добрый день. Юрий Анатольевич, ну, дело в том, что зрителям напомню, даже скорее, прошла первая неделя работы парламента. Многого достаточно от нее ожидали, потому что депутаты, когда вот в декабре уходили на каникулы, говорили, что в первой неделе января, как раз, когда соберемся, все будет по-другому. Но вот по-другому не получается. Вот даже в пятницу, я помню, практически ни одного решения принять не могли, не хватало голосов. А как, по-вашему, почему это происходит, что не раскачались еще? Ну, действительно, парламент работал эту неделю крайне неэффективно, поскольку внесли на рассмотрение 88 законопроектов, проголосовали за 15, то есть это уровень эффективности примерно 20%. А самое страшное, что из этих 15, вообще, тех, что волнуют людей, всего лишь 2-3. Остальные все это имиджевые законы, которые, наверное, важны для депутатов, которые их вносят, но, тем не менее, с нуждами людей не имеют ничего общего. Мы настаивали на рассмотрении изменений в бюджет, мы зарегистрировали соответствующий законопроект по изменениям в бюджет. И я хочу, чтобы просто люди поняли, почему мы настаиваем, почему мы принципиально ставим вопрос, что вообще произошло с принятием бюджета. Когда внесли проект бюджета, внесли его правительство с абсолютно нереальными показателями. В первую очередь это касалось инфляции, ее заложили на уровне 12%, и курса гривны 24%. Ну, вы же помните, как его составляли, там было чувство, что на коленке просто цифры правили. Ну, дело даже не в этом. Все мировые специалисты, все мировые экономисты, собственно, жизнь уже показывает, что уровень инфляции будет на где-то 28%, а средний курс гривни 30%. Это значит, что бюджет получит дополнительные доходы из-за девальвации национальной валюты примерно 80 миллиардов гривен. Казалось бы, хорошо, но на эту же сумму примерно вырастают цены, тарифы, и люди, естественно, если не предусмотреть достаточной индексации, они получают дополнительную нагрузку, дополнительное обнищение. Поэтому мы зарегистрировали законопроект, по которому эти 80 миллиардов, это деньги, полученные от девальвации, мы направляем на индексацию зарплаты пенсии, и это даст возможность к концу года повысить минимальную зарплату до 1900 гривен, а пенсию до 1500, при том, что сегодня это 1130. То есть это не популизм, это деньги, которые получает дополнительный бюджет от девальвации национальной валюты. И для нас это принципиально. Второе, мы предложили сократить административные расходы, профинансировать дополнительные деньги на здравоохранение, на образование, тоже, которое получается дополнительные средства от девальвации. А парламент, в принципе, готов заниматься бюджетом? Потому что, ну я помню, все говорили, что проголосуем бюджет под елочку, но внесем изменения уже в январе, посмотрим, пересмотрим некоторые показатели. Вот коллеги ваши, в принципе, готовы? Ну я просто вижу, что правящая коалиция занята торгами политическими, занята торгами по правительству, занята торгами по представительству. И вот беда та, что была, что парламент живет своей жизнью, а люди пытаются выжить по-своему, она, к сожалению, остается. Мы видим, что желания решать насущные жизненные вопросы у правящей коалиции сегодня нет. Ну, может, жизнь заставит все-таки. Хорошо, а по поводу отчета правительства, вот я начинал наше интервью, я сказал, что, в принципе, мало, что парламент принял на этой неделе, но было важное решение, решение о том, что отчет правительства, дата определена, вот, 16 февраля. Я, насколько понимаю, уже на следующей неделе, там, понедельник, вторник, должны письменный отчет представить депутатам. По вашей оценке, давайте об этом поговорим, что в этом отчете должно быть, что в этом отчете будет, ну и, в принципе, как премьер вообще сможет отчитаться, ну, скажу мягко, не самых лучших результатах своей работы. Как за тарифы отчитаться? Как за ту же стену отчитаться? Как за ту же растущую инфляцию? В принципе, можно отчитаться. Ну, действительно, было принято решение на совещании глав фракции у президента страны о том, что отчет правительства пройдет 16 числа. Что очень важно в этой ситуации? Два момента. Первое, чтобы действительно было это формализовано, чтобы были аналитические материалы, чтобы были рассмотрения в комитетах, а не так, как это было шоу, устроено перед Новым годом, когда вышел премьер-министр, рассказал о своих, в кавичках, достижениях, и депутаты не увидели никакой аналитики. Очень важно, чтобы была аналитика, чтобы члены правящей коалиции вообще посмотрели на цифры и поняли, куда страну завело это правительство. Второй момент. Очень важно, что сегодня уже члены правящей коалиции пытаются уйти от ответственности за правительство, которое они сами сформировали. Это уже видно. Некоторые фракции начинают критиковать. Но возникает вопрос. Это они сформировали это правительство, правящие коалиции? Это они приняли его программу. Они несут полную ответственность за действия это правительство. И наша позиция, что наряду с отставкой правительства, мы убеждены, что это будет, должна отчитаться и правящая коалиция. Каким образом она контролировала правительство, уничтожившее экономику страны. Поэтому мы, безусловно, будем голосовать за выражение недоверия правительству, потому что нечем хвастаться, практически нет ни одного направления, где можно было сказать о каких-то успехах, о каких-то улучшениях жизни людей, что является основным и главным критерием деятельности любого правительства, любой страны. Хорошо, спасибо большое за разговор. Спасибо вам. Бойко было на студии. Ну, а говорили мы о том, что происходит в парламенте и о том, что происходило на этой неделе. Почему коалиция не могла найти ни согласия, ни голосов для того, чтобы вместе принимать определенные решения, которые обещали в прошлом году. И еще одна тема, без которой не обойтись. Грипп. Вот в этом году переболели уже более трех миллионов человек. Вирус оказался очень коварным и сильным. Вроде бы. Вроде бы эпидемия идет на спад, но эпидемиологи пугают. И второй волной, еще более страшной. Ситуация в стране и в регионах. Далее в нашем следующем материале. По данным Минздрава, в Украине уже погибло от гриппа 155 человек. Цифры растут каждый день. Еще накануне их было 129. Из них двое дети. В 18 областях превышен эпидемический порог. В 11 областях более чем на 50%. Наибольшее количество летальных случаев в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях. А больше всего жертв в Одесской области. Одесса действительно лидирует по количеству летальных случаев в результате калифорнийского гриппа. 33 человека не удалось спасти. Горожан утешает только одно. Началось снижение заболеваемости. Примерно на 15% за одну только уходящую неделю. С завтрашнего дня даже занятия в школах возобновляют. Хотя родители и проинструктировали своих чад, как себя вести. Близко никому не подходить. Я все, конечно, заразная. Мнение родителей, не рано ли возвращать детей на занятия, разделились. В интернете даже онлайн-петицию мэру организовали, чтобы отменил занятия. Но большинство одесситов, школьников в классы завтра все же отпустят. Лучше пусть с детства организм адаптируется уже к этим вещам и потом будет готов им противостоять. А вот в больницах по-прежнему карантин. Проведывать больных запрещено. А в кинотеатрах и других заведениях власти порекомендовали вместе с выходными билетами продавать или даже раздавать бесплатно медицинские маски. Не переживая только на знаменитом привозе. Здесь, как обычно, яблоку негде упасть. Гриппа тут не боятся даже в такой толчее. И делятся своими рецептами. Каждый вечер лук, чеснок. А зачем нам маски? У нас иммунитет. Я пую каждый день на море. Так что мне вообще ничего не так. Врачи говорят, с того момента, как заболевание пришло в Украину, поздней осенью, гриппом и ОРВИ переболели больше трех миллионов украинцев. Это 8% населения страны. Две трети тех, кого подкосил грипп, дети и подростки. Серьезнее всего, болезнь ударила по столице. Тут заболел практически каждый десятый. При этом грипп этой зимой практически пощадил и Закарпатья, и Харьков. Не просто Запорожье. Только за прошедшую неделю к врачам обратилось более 11 тысяч человек. Большинство из них взрослые. Дети сейчас болеют меньше, ведь школы закрыты. Рынки, магазины, кафе и рестораны работают в обычном режиме. В театрах тоже представления не отменяли, а зрителей меньше не стало. Разве что нервно вздрагивают, если кто-то ненароком чихнет. А вообще у нас коллектив видно закаленный, поэтому, Господи, помоги, не болеют. А вот спасаться от вируса запорожцы предпочитают народными, как говорят здесь, казацкими методами. Свинячи и пташины, и какие только гриппы, скоро котячие, собачьи придумают гриппы. Походите восемь ногами по снегу, хвилину-ху-дву. Обязково обливаете с холодной водой. Я люблю чеснок. Моя семья любит чеснок. Почему бы и нет хорошая и не такая противная, как таблетки, в которых много химии. Лично это мое мнение. Карантин в школах сейчас продлен во многих крупных городах, в том числе и в Киеве, где по распоряжению мэрии занятий не будет до 8 февраля. Медики предупредили городские власти, что на следующей неделе в столице ожидается вторая волна эпидемии, поэтому город решил обезопасить школьников от вируса. По всей стране остановлена учеба почти в 13 тысячах школ. Хотя есть и другие примеры. Та же Ровенская область, первой, забившая тревогу, уже завтра вновь открывает школы. Двухнедельный карантин окончен. Но в областном центре немного схлынула гриппозная паника. По крайней мере, людей в масках встретишь разве что в поликлиниках. Дежурные работают даже в воскресенье. Эта бригада скорой на ногах по 12 часов в день. И сегодняшний день – первое более-менее спокойное воскресенье с начала эпидемии. На местном озере те, кого грипп обошел стороной. На льду рыбаки-экстремалы в воде моржи, которые уверены, что в таком холоде им никакой H1N1 не страшен. Что показательно, по данным Минздрава, лишь 3% украинцев в этом году сделали вакцинацию. Хотя непонятно, от чего именно прививаться. Ведь медики говорят, что вторая волна эпидемии, а ждут ее уже в феврале, будет связана с приходом нового штамма вируса H3N2. К нему у украинцев иммунитета пока нет. Жители Львова преследуют роковая цифра 6. 6 человек уже умерло от гриппа. Более 6 тысяч человек попали в больницы с диагнозом грипп с начала января. Каждые сутки медики регистрируют 6 десятков новых заболевших. В этой городской аптеке очередь не за лекарствами, а на экскурсию. Родители привели малышей, чтобы им рассказали, как не заболеть. Мы так, чаї с малиною, чаї с лимоном и все. Хорошая профилактика. В самом центре города традиционно десятки туристов и горожан. Все-таки выходные. И основное, что напоминает о гриппе, закрытые школы. Учебы не будет, как минимум, до 3 февраля. Ну и с пожеланием, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Я на этом прощаюсь. И прощаюсь до следующей недели, до следующего воскресенья. Спасибо, что смотрели. Всего доброго.